перед вами стенд который показывает принцип работы системы мониторинга основанный на виброакустике оптоволоконный кабель 75 километров длиной стандартной конфигурации или 100 километров в расширенной конфигурации делаем небольшие толчки 1 2 3 и мы их видим на экране спектрограммы водопад то есть рефлектометр включенный в оптическую сеть в эту оптическую трассу увидела показал нам еще раз два увидела показал нам воздействие на кабель то есть механические воздействие на кабель на оптокабель мы очень хорошо видим также поскольку мы можем физически растянуть кабель давайте его растянем и посмотрим то есть мы повесим груз на котором написано 4 кило на вот эту вот петлю 10 метровую и видим что здесь тоже возникла небольшая область отвечающие за натяжение то есть мы увидели растяжение кабеля не акустические волны в нем а физическое растяжение кабеля точно также мы можем увидеть и температуру то есть когда приходит температура когда увеличивается температура она как бы растягивать немножко кабель этим растяжением и тоже видим если мы включим нагрев то не сразу где-то минут через пять вот поэтому нагревающему кабелю будет поступать тепло и участок оптоволоконном кабеле будет нагреваться и тоже будет зеленеть система реализована с помощью оптической части ее производит завод инкап перми это сенсор оптоволоконный сенсор который может также растягиваться то есть у него есть волокна которые растягивается вместе с оболочкой если мы тянем кабель мы тянем и волокна и программно-аппаратная часть программно-аппаратная часть представлена конкретным рефлектометром производства компании т8 точность работы этой системы 10-20 метров зачем она используется на такой системе можно собрать средства наблюдения за средством мониторинга за протяженными объектами например за трубопроводом за периметром то есть мы говорим о периметральной охране о системе безопасности об охране трубопровода обнаружение утечек газа нефти то есть если происходит утечка она оставляет акустический след мы увидим если происходит какое-то преодоление периметра то есть просто зарытый в грунт кабель и по нему проходит человек то шаги человека оставляют тоже характерный акустический след который воспринимается потом системой классифицируется именно как шаги человека проезжает машина то же самое очень хорошо отделяемый акустический след происходит копка экскаватором копка ручным инструментом то же самое это тоже оставляет акустический след который потом классифицируется нейронной сетью